Всем, ребята, привет! Вы на канале GameDop. Сегодня мы посмотрим на новую мобильную игру, которую я нашёл в релизах на TapTap. Игра вышла в Тайване, всё по-тайски. Сложно. До китайского привык, до корейского привык, до японского привык, а вот до тайского не могу привыкнуть. Так, ладно, пробуем зайти в игру. Игра тоже долго качалась, наверное, будет тоже плохой пинг. Так, мы сразу выбираем либо синий, либо красный. Давайте, я не знаю, красный пойдём. Типа две фракции. Ничего себе, это Воин у нас. Пока я играл целую неделю в UnderSember, было много каких-то небольших релизов, было ещё больше ОБТ, ЗБТ. Это всё я пропустил, нужно немножко, как бы, догонять упущенное. Ладненько, смотрим. Это Воин с двуручным мечом. Это у нас Даггерщик. Нет, это тоже, наверное, Воин, только с одноручным мечом. Так, ладно, тогда... А, это с копьём. С копьём, понятно. Это лучник у нас. Понятно. А, также же выбирается либо девочка, либо мальчик. Выбор пола здесь есть. И последний класс это Мах. Получается, что у нас есть три Воина с двуручным мечом, с одноручным мечом и с копьём. Плюс Мах, плюс Лук. Кого же взять? Короче, я решил взять с двуручным мечом. Будем с двуруком бехать. Пишем никнейм. Подтверждаем. Входим в игру. Сразу нас встречает ежедневная активность, ежедневные бонусы. Нажимаем на квестик и побежали. В плане графики игра такая, я бы так сказал, на уровне Тайчи Панды. Короче, на уровне там примерно 2005-2008 года. Плюс-минус. Что-то музыка громко играет. Так, ну что, бегаем пока по квестам. Естественно, всё авто, авто, авто. Я думаю, здесь будет, ну как бы даже и гадать не нужно. Мы уже третий левел прокачали. Отлично. Он уже, игроки бегают верхом на синих волках. Мне волка пока что не дали. О, какая прикольная менюшка. Молодцы. Хотя бы менюшку немножко необычную сделали. А то вот это вечно меню, короче, это вечно правое меню уже надоело. Так, нас обучают первому скиллу. Вот первый скилл. Сейчас мы его на панель поставим. Вот сюда. Так, давайте ещё скилл один. Ага, это пассивка, да? Ну, что-то оно не активируется. Короче, вот активные скиллы. Вот пассивные скиллы. Это, наверное, скиллы второй профессии. И вот как-то так. Так, бежим дальше. У нас уже 20 тысяч БМ. Какие-то сундуки висят. Сейчас нужно их пооткрывать. А, нам дали зелье, алмазы. Ещё какое-то зелье дали. Это батл пасс, типа такого чё-то. Понятненькое. В меню кучу красных точек. Конечно, мы их нажимаем, чтобы это всё активировать. Это вот скакун, который мы только-только-только призвали. Это вот питомцы. Но пока что питомца мы призвать не можем. Так, а как его активировать, этого скакуна? А ну. А ну. О, всё. Я верхом катаюсь. Нормально. Ладно, нажимаем на квест, побежали по квестам. Я сразу призвал этого волка, чтобы нам не пешком бегать, а чтобы верхом кататься. И это ускоряет прохождение игры. Так, нам дали новый мяч. Интересно. А здесь внешний вид зависит от чего? От скинов, как обычно? Если внешний вид от скинов зависит, то это полная шляпа. А если вот каждая вещь будет отображаться на героя? Так. Не, что-то мы перчатку одели, но внешний вид не поменялся. Кольцо одели. Понятно. Не, наверное, всё же внешний вид, как бы, возможно, мы там броню одеваем, и у нас как бы меняется всё полностью. Полный комплект. Как бы так сказать. Пока что мы тупо-тупо бегаем по городу. От одного NPC до другого NPC. Нам дали ещё серёжки. Так. Ну да, понятно, что нехорошие. Что ты рассказываешь? Я сам понимаю, что нехорошие. Вот мы типа... Мы можем типа взять две дэшные серёжки, одинаковые. И соединить в... А, в такую же серёжку, только второго левела. Что-то похожее было вроде бы в Blood and Soul Revolution. Такая же, вроде бы, система вещей была. Но точно не помню. Возможно, это было не там. Так. Тут мне в ВКонтакте пишут. Артёмы всякие. Ладненько. Бежим дальше по квестам. О, данжи. Нажимаем дальше. Какие-то подарочки. О, первое сражение! Вы только посмотрите! Мы бьём жаб. Ну, вот такая здесь боёвка. Так, ага. Нужно зайти в скиллы. Потому что мы... Скил изучили. Но! Мы его не поставили на панель. А, нет, он на панели стоит. Вот же он стоит на панели. Так, тогда я не понял. Он на панели стоит. А, нет, всё, всё, да. Появился на панели он. На панели он есть. Так, убили этих жабок. И бежим квест создавать. Какие же мы молодцы, что убили жаб. Мы получили 1 миллион опыта. А почему так много? Почему на восьмом левеле я получаю 1 миллион опыта? А нельзя было какие-то цифрики более маленькие сделать. Кстати, чтобы играть, VPN не нужен. Обычно... Вот обычно в японские игры VPN нужен. И в тайские игры тоже VPN часто нужен. На корейских играх почти VPN никогда не нужен. В китайских играх там 50 на 50. Иногда нужно, иногда не нужно. Это я так просто к слову добавил. Так, теперь нас послали убивать лисичек. Пока убиваются лисички, мы проверим почту. Нам тут какие-то награды дали. Пин их, кстати, адекватные. Вроде бы не лагает. Так, нам предлагают сюда же в магазин зайти. Так, так, так. Смотрите. Сюда нажимаем. Сюда. Нет, не сюда. Сюда. Я забыл. А как его улучшать? Ага, вот так, вот так. И улучшаем на второго левела. Понятно. Мы стали сильнее. Так. Меч второго левела. Я себе хочу броню. О, какой-то сундук. Ага, там бабло. Здесь алмазы. Понятно. Так, зелье. И еда. Ничего больше в сумке нету. Так, убили этих лисичек. Бежим квест создавать. Забираем еще какие-то награды. О, какой-то свиток дали. Сейчас посмотрим, что там за свиток. Так, а вот это все похоже на достижение. Да, это похоже на достижение. Только как их забрать. А, вот снизу. Понятно. Взяли. Подняли. Так, а что еще нажать нужно? Я ж нажал все. Ладно, пофиг. Дальше бежим. По квестам. По квесту бежим. И сундук дали. О, цешный меч. Но его не дали еще. Мы его получим. Как левел прокачаем, нам дадут цешный зеленый меч. Вау! Сундук. Точнее, не сундук, а инвентарь. Так, оружие, броня. Ага, здесь, ага, вот свиток. А что за свиток? Свиток непонятный. Свиток вообще непонятный. Я его, наверное, удалю. Я молодец. Я знаю. Так, теперь нас послали убивать каких-то лесорубов. Мужики себе спокойно трудились, рубили дерево. А нам дали задание их убить. А потом будут жаловаться. А что, дров нету? Зимой холодно, как-то пить. Какие дрова взять? А нефиг было их убивать. Да? Да. А может и нет. Уже неплохие, злые. Так, что еще здесь есть? О, у нас второй скилл появился. Опа-на. Второй скилл появился. Пассивки пока что не активны. Но скиллы можно подкачать. Так, отлично. Скилл появился. Здесь у нас данж, но он пока что не активный. Ну все, бьем оба, выполняем квесты. И пьем кофеек. Кофеек мы пьем. Потому что нам еще нужно убить 5 мобл. О, да второй скилл это насуха. Вот честно говоря, если бы я в такую игру... Забыл, что я сказать хотел. А, вот честно говоря, если бы я такую игру нашел там примерно в 2005-2008 году... Не, в 2005-2008 где-то слишком рано. Тогда еще мобилок не было у меня. Где-то примерно в 2008-2009 году... Я думаю, тогда бы мне эта игра очень сильно понравилась. Но тогда такие игры... Они тогда только-только начинали появляться. И вот тогда бы эта игра, она бы казалась бы невероятно крутой. В плане графики, в плане контента. Вот если бы тогда такие игры были, они бы... Вот такие бы казались. Конечно, сейчас на это смотришь, ну... Сложно... В это можно играть, но... Как-то серьезно эту игру сложно оценивать. Так чисто зайти побаловаться, но ненадолго. Мы в какой-то данж зашли. В данж нужно бить... Лисичек, котиков. И все. Короче, это, наверное, типа башни. Идут постоянно волны мобов, а мы их отбиваем. То, что есть автобой, это плюс. Потому что я могу спокойно пить кофеек. Игра играется, видео записывается, контент пилится. А я еще и кофе наслаждаюсь. И... Что хотел еще сказать. Там вот реально, когда я вот играл в Иран Десембер, там где-то на протяжении недели было около пяти игр, которые были в тесте. Там ЗБТ, ОБТ было. Но там эти тесты были по два, по три дня. И... О, меня убили. Я это все пропустил. Из-за Андесембер. Там было пару прикольных игр, которые я бы хотел поиграть. Но, увы. Будем уже либо другого теста ждать, либо уже релиза будем ждать. Так, что дальше? Нам обещают и зеленый меч дать на двенадцатом уровне. У нас только пока десятый. Так, нас послали опять кого-то убивать. О, кстати. Не, камера не поворачивается, но отдаляется. И приближается. Но не поворачивается. Так, камеру, наверное, подальше отдалю, чтобы было больше пространства видно. Теперь нас послали убивать медведей. Двадцать штук. Наверное, мы будем их очень долго бить. Пока что полазим по подаркам. Пособираем. Всякие ништяки. Так, это данж. А что на данжах красные? А, вот. Какой-то данж висит. Сюда мы, по идее, заходим на полчаса и просто полчаса фармим вот эти вот сферы. Красные, синие, желтые. Для чего? Они пока что непонятны. Так. О, это цепочка квестов. Смотрите. Как в этом. Как в Тачи Панда. Короче, все новое. Все, как это, все новое, старое, забытое. Как-то так. Или не так. Вот не знаю, почему. Вот как-то, вот китайский, японский, корейский язык, он как-то мною воспринимается. Там такое слово, там такое слово. Вот визуально эти слова, они не отличаются. Вот в тайском, не знаю. Хочет. Тупо, не знаю, визуально это тайские шрифты. Я его не воспринимаю никак. Ну, в принципе, я все поклассал. Теперь только бьем оба. Я вроде бы все активировал. А ну, сумку глянем. Тут ничего нового не появилось. А можно этот сундук открыть. Какие-то кокосы дали, какие-то еще зелья дали. Короче, я понял. Наш внешний вид зависит от брони. Меняем броню, и наш внешний вид тоже меняется. Вот как-то так. Бежим квест сдавать. Готово. Так, нам дадут еще одну серую броню. И мы возьмем две серии брони и прокачаем до второго левела. Теперь нам нужно кабанчика выбивать. Мы прокачали левел. А скиллы не улучшаются, да? Нет, скиллы не улучшаются. О, титулы есть. Смотрите, какие титулы есть. Вот реально, вот, не знаю, блин. Те слова, которые там написаны в титулах. Они тупо одинаковые везде. Так, получили зелье за время в игре. 20 кабанов убить, ого. Так это же долго, пацаны. Чтобы вас не мучить, я это вырежу. Так, убили посредних кабанов. И бежим квесты сдавать. Я думаю, здесь, в принципе, такое долго будет происходить. Вот там... Ну, как обычно, короче, блин. Пошел, квест взял, пошел, кого-то убил. Пришел, вернулся, квест сдал. Потом пошел в данж, сходил. Потом пошел на арену. Сходил на арену. Классика, классика, классика. Уже даже такие игры сложно комментировать. Потому что, ну, оно везде одно и то же. Вот реально, одно и то же. Вот визуально оно отличается все. Но по контенту... Вот одно и то же, одно и то же. Я вот, не знаю, вот это... Я уже даже начинаю скучать и снимаю вот эти видео. Потому что, ну, комментировать нечего. У меня каких-то эмоций. Игры не вызывают уже. Вот эти, которые штампуются под копирочку. Короче, пью кофе. Смотрю, как мы бьем коров. Сейчас забьем корову. Наверное, поднимем левел. Дадут новую шмотку. Когда данж открывается новый? Непонятно. Наверное, по времени открывается он. Непонятно. Или прокачаться нужно, или... Время не пришло, чтобы данж открылся. В Таиланде, вроде бы, корова считается святым животным. Ну, в Индии это точно. Но, вроде бы, и в Таиланде тоже. Но могу ошибаться. Я не уверен. А мы здесь корову убиваем. Как они такое допустили? Как цензура пропустила такую игру? Так, а что здесь у нас? А, это скиллы. Это... А, это топы игроков. Смотрите, можно топы игроков посмотреть. Ну, какие там шмотки у них. SR-грейда. Точеная, переточенная. Вот так вот смотрится. Можно понаблюдать внешний вид. Так, а ну секундочку. Так, не понял. Ладно. Нам нужно еще 4 коровки убить. И, надеюсь, мы получим новый левел. А с новым левелом, возможно, какое-то подземелье у нас появится. Так, одна коровка осталась. Нужно обратить внимание, что в эту игру играют. Так, чат. На английском никто не пишет. Есть ники на английском. Ну, это не показатель. Но, именно чат полностью на тайском. Как бы здесь только одни местные играют. Возможно, в Тайи эта игра популярная. Возможно. Так, о. Берем наш меч зеленый. На пятнадцатом левеле мы получим зеленую броню. Так, а по внешнему виду меч никак не отличается. А я могу его улучшить? А, я могу его и... А, короче, все ненужные шмотки скидываются в нужную шмотку и как бы улучшаются. Повышается левел. Понятно. Короче, ненужных вещей здесь не бывает. Вот так, вот так. И улучшаем. Как говорится, безотходное производство. Понятно. Так, теперь нас послали котиков убивать. живодеры. То лисичек, то зайчиков, то белочек, то котиков, то коровок заставляют нас убивать. Живодерство. Ну, давайте зайдем вот этот данж. Посмотрим, что за данж такой. Так, еще и батарейка сдохла. А что в этом данже нужно делать? Непонятно. Тут никого нету, чтобы его убивать. Так, бежим. Куда бежать? А, здесь, наверное, нужно эти ресурсы собирать. Да? Понятно. Это данж для сбора ресурсов. Вот так вот. Понятненько. Выходим, выходим отсюда. Пойдем лучше, пойдем лучше кого-то убивать. Короче, игра зависла, с данжа не выходит. Надо игру перезапускать, но я не буду этого делать, буду с вами прощаться, потому что, ну, в принципе, все понятно, что игра себя представляет. типичная мобильная ММО. Чего-то новенькое вы здесь вряд ли найдете. Вот как-то так. На этом, ребята, все. Спасибо за внимание. Всем пока, всем удачи. Bye-bye.